телеграме только начинается потому что так трансляции секундочку как-то у меня не получается одновременно все включать включается все последовательно сейчас зато в ютюбе видите дольше люди собираются ютюбе поэтому ничего страшного все к лучшему это то что мы уже выучили историю главный принцип какой что все что происходит все к лучшему значит все отлично увеличиваем в в радости номер 6 номер 6 урок торы все записывать видео запись всем привет дорогие друзья добрый день прекрасный сейчас начинается у нас а дарский день мартовский 8 марта 8 марта сегодня международный женский день не просто так да а именно сегодня у нас международный женский день поздравляю всех женщин что вы женщины это очень важное достижение в жизни и и я не шучу абсолютно потому что потому что есть благословение спасибо женщины говорят спасибо всевышний что создал на женщины значит значит есть в этом что-то раз надо благодарить всевышнего есть специальное благословение с именем всевышнего которые женщины произносят утром значит сегодня все кто произносит это благословение с утра поздравляю международным женским днем вот у меня дочка пришла как раз послушать что мы тут изучаем и значит все мы изучаем увеличиваем радости так как месяца дар в месяца дар мы должны увеличивать радости мы изучаем как мы можем это сделать значит первая книга которым изучаем это быть в радости в еврейском мире самое такое направление которое сконцентрировано на радости это учение раби нахмана и вот мы здесь сейчас изучаем эту книгу как быть в радости исходя из учения раби нахмана и начал он с того автор этой книги что нам объясняет что лишает радости вчера мы изучили что у человека есть склонность природная к вот такая животная склонность бояться тревожиться лениться и так далее то есть если как природная склонность и это забирает часть радости надо все время бороться то есть радость это как ехать на велосипеде в горку ты все время должен подкачивать подкачивать крутить педали потому что если если ты останавливаешь скрутить педали то велосипед который едет в горку он начинает скатываться вниз то же самое с радостью да мы должны все время стремиться вверх душа все время со всевышним там всегда радость второй фактор который лишает радости говорит нам автор этой книги это сравнение он говорит что так устроен мозг человека и так устроено воспитание что с детства человека вводят в систему сравнений мама говорит ребенку вот и например что-то ты какой-то там слишком ты спокойный относительно чего спокойной да то есть относительно кого-то или она говорит одному ребенку тебя характер такого тебя у другого другой ты не как брат не как сестра и так далее и вот эти вот сравнения они очень значит она прям может рушить человеку психику он прям начинают с коротенького рассказа как одна девочка она 30 лет страдала комплексом неполноценности потому что в детстве привели на на значит на гитару кружок гитары игра на гитаре ее подружка взяла гитару и сразу начала играть она не могла даже эту гитару удержать и у нее все у него поплыла значит она потеряла веру в себя и до 30 лет она из-за этого не могла никак справиться с вот этим вот детской травмой да значит ну так она устроена он говорит сравнение она она ворует у человека состояние счастья современные ученые понятное дело доказали тору то есть современная наука позитивная психология например она все все больше больше с помощью исследований цифр доказывает доказывает вот эту вот истину что сравнение забирает счастья проводили интересное очень исследование значит с человек который зарабатывал 50 тысяч долларов в год и жил в районе где жили люди которые зарабатывали 50 тысяч долларов в год и значит общался на работе с которые зарабатывали 50 тысяч долларов в год значит он был достаточно счастлив потом если им за по моему задавали вопрос если вам вас переведут на другую должность и вы будете зарабатывать 100 тысяч долларов в год но будете находиться среди людей в районе где все зарабатывают 250 тысяч долларов в год то есть вы будете там самые худшие вы согласны на такое или нет и большинство людей отказались а те люди которые действительно находятся в среде но они там самые худшие несмотря на то что их уровень может быть выше чем уровень например той страны откуда они приехали но они тоже не чувствовали себя счастливыми потому что ты все время сравниваешь себя с окружающими поэтому он говорит значит законом торы да в которой регулирует вот эту всю идею является значит лоли это сек не заниматься кем-то другим в этом мире да то есть у тебя есть твоя радость твоя жизнь и ты должен смотреть только на то как ты продвигаешься в сторону своих я один своих целей которые ты сам себе ставишь и значит это такой вот он говорит нам совет значит у каждого человека есть своя какая-то своя какая-то история свои какие-то сложности недостатки у кого-то в одном талант а в другом он может быть абсолютно несчастный человек у другого в другой талант а в другом он может быть абсолютно несчастный человек то есть не надо себя сравнивать потому что путь к сравнению это всегда проигрыш я сейчас вспоминаю как мне рассказывал один очень богатый человек, который, кстати, он был богатый, но он терял все время свои деньги. Он говорит, я доходил всегда до 10 миллионов долларов, легко. Потом, когда я хотел с 10 миллионов долларов дойти до 50, я все время влазил в какие-то дела и терял 10. И я где-то раза 3 терял эти 10 своих миллионов. Теперь он рассказывал мне такую историю, что он когда-то мечтал купить яхту. И вот он купил яхту и на этой небольшой яхточке, все-таки 10 миллионов это не 10 миллиардов, да. Он на небольшой яхточке приплыл туда, куда обычно приплывают на этих яхтах. В яхтах это был лазурный берег, только не Крыма, а Каны, Ницца, вот эта вся история. И он туда приплыл на этой своей яхте и говорит, вот я мечтал, видел эту картинку, как я сажусь, наливаю себе коньяк, беру сигару, я сижу на своей яхте и смотрю на берег, вот этот вот лазурный берег Франции, все смотрю там. Говорит, наливаю коньяк, беру деталь, сигару. И тут, говорит, мне прям накрывает тень такая, огромная-огромная яхта, что моя яхточка была как маленькая такая суденышка. Я на этой палубке сразу такой становлюсь, очень маленький, смешной такой. И, говорит, сверху стоят какие-то женщины легкого поведения, на вот этой вот борту вот этой большой яхты. И они надо мной смеются, вот так вот, смотрят на меня и прям насмехаются. И он говорит, мне так стало на душе плохо, что просто ужас, говорит. И он еще сказал тогда фразу, и я запомнил, что в жизни у владельца яхты есть два счастливых дня. Первый день, когда он яхту эту покупает, а второй день, когда он ее продает. Вот такой он мне сказал шутку смешную. Хорошо. Теперь дальше. Поэтому, говорит нам автор этой книги, никогда ни с кем не надо сравнивать. Значит, почему? Потому что ты, во-первых, не знаешь, что вокруг. А во-вторых, мозг, это уже доказала позитивная психология, он все время будет сравнивать не в твою пользу. То есть, на автомате в нас вложена программа быть несчастливыми, которую мы должны преодолевать, становясь счастливыми и радостными. На автомате в нас сложена программа быть животными. То есть, мы как бы по телу своему человек-животный, управляются инстинктами. Но мы должны преодолевать эту программу, поднимаясь на свой высоте духовный уровень. То есть, оно вот идет рядом. А как ты узнал, что ты на высоком духовном уровне? У тебя внутри состояние радости и счастья. Это индикатор, который идет изнутри. Не снаружи, не от сравнений, а от того, что ты действительно нашел вот эту внутреннюю точку связи со своей душой, со Всевышним, и оттуда идет нескончаемый поток счастья и радости. Внутреннее. Дальше он говорит, действительно, если вы люди не с улицы, а мы люди не с улицы, мы учили Тору уже давно, у вас возникнет вопрос. Какой возникнет вопрос? Есть такое понятие автория, которое звучит так. Кенат Суфрим, Тарбе Хахма. Значит, зависть Суфрим, Суфрим это книжники, мудрецы, которые изучены, ученые, ученые, вот так можно перевести на русский. Зависть ученых увеличивает мудрость. Действительно, царь Саламон сказал такую вещь в Каэлите, что Кольки Шарона Моассетти над Ишмирео, что каждое, даже хорошее дело, которое есть в этом мире, оно возникло от зависти человека к ближнему своему. Действительно, человек смотрит на в Синагодии, Рожа Шана, продают Алиё, значит, продают поднятие автория, кто больше даст благотворительности, датьи. Люди, которым Всевышний в прошлом году дал деньги, они десятую часть должны отдать. Ну, они, естественно, в течение года дают на разные полезные вещи, но вот этот момент, когда все собираются в Синагодии и идет, значит, например, есть, вызывают, есть такое, читают книгу Йоны, книгу пророка Йоны, в Йом-Кипур читают. И есть, сказал это предыдущий Любачий Стерейбе, он сказал, что тот, кого вызывают на книгу Йона, он, значит, у него будет благословение в материальности на весь год. Будет хорошо зарабатывать. Естественно, люди, которые хорошо заработали в прошлом году и понимают, что Бог, значит, Он им дал эти деньги. Они говорят, я хочу подняться на Сефирьону. Синагога, у нее есть много благотворительных программ. Весь год она живет с тех денег, которые дают на ЦДКУ. И, значит, говорят, хорошо, вы можете подняться, сколько вы даете на благотворительность в этом году. Кто-то говорит, там, тысячу долларов. Второй говорит, а я тысяча двести дам, а я тысяча пятьсот, а я... И доходило иногда до миллионов долларов. До миллионов доходило, потому что люди понимают, что раз Бог тебе дал, значит, нужно часть из этого передать другим людям. Ты проводник. Вот, пожалуйста, хорошее применение зависти, потому что вся вот эта торговля публичная, она происходит с элементом, не этим, что вот смотрите, я молодец, сколько я даю на ЦДКУ. Он задает этот вопрос. Мы же видим, что зависть, она умножает мудрость. Есть такое понятие. Ну, и вот я вам привел еще один пример. Он говорит, конечно, говорит, конечно, может быть, что она приводит к позитивным результатам. Весь вопрос действительно в том, на что эта зависть человека толкает. И какие результаты, то есть, все смотрят в Торе, есть тоже такой закон, что смотрят все по конечному результату. Вот, например, человек копал яму. Копал он, копал яму. Выкопал 80 сантиметров яму он выкопал на улице. Решил покопать. И ушел. Второй человек взял лопату и еще покопал 10 сантиметров. Яма стала 90 сантиметров. Теперь кто-то упал в эту яму. Кто является виноватым, что эта яма была выкопана? Первый или второй? Тот, кто закончил работу, тот и виноват. Потому что он является тем, кто закончил ту работу, сделал эту яму уже окончательной ямой, в которую тот упал, сломал ногу. Первый, кто начал, он, может быть, если бы яма такой осталась, не хватило бы. А последний, он закрыл этот весь момент, поэтому смотрят по конечному результату. Поэтому, если, например, сейчас, например, Владимир Косетевич, он подумает, что непорядок, непорядок, что, например, Максим Каримов знает больше, чем я. Вообще, это непорядок, что он Тору учит лучше, больше помогает в Айкре, например. И он скажет, непорядок, сядет и за день изучит, значит, там полностью пройдет 120 уроков про благодарность. Через, он становится тогда сразу святым, сразу у него, у Владимира Косетевича, поднимается сразу его духовный уровень. И что получается, что из-за того, что он позавидовал кому-то, что он знает больше Тора и делает больше добрых дел, то результат получился очень позитивный. Это то, что он здесь говорит про этот момент. Что если тяна, если зависть, она пробуждает у тебя желание к добру, и ты хочешь сделать больше добра в твоей жизни, и оно тебе может быть подсказывать, может быть тебе напоминает, что ты тоже можешь так сделать, и оно тебя поднимает, в итоге, если оно тебя подняло, то отлично. Если нет, то не отлично. Теперь, я точно так же, как-то я разговаривал с одним психологом, и говорю, вот у меня из-за того, что меня строго воспитывали в детстве, и критично, то есть мне в детстве всегда говорили, что ты не дорабатываешь, что ты можешь в миллион раз больше, что то, что ты делаешь, это вообще успехом не считается. Я все время старался как-то, из-за вот этой критики, да, я старался преуспеть и в спорте, но у меня это было больше выражено в спорте, мы там друг друга действительно очень насмехались над друг другом, завидовали друг друга, то есть в спорте, особенно в индивидуальных видах спорта, где ты борешься за победу, то у тебя это очень сильно развито, соревнования, зависть, у нас было даже в сборной СССР была поговорка нет больше радости, чем неудача товарища, была такая поговорка, что вот прям когда у кого-то не получалось из твоих соперников, да, то ты как бы, это, ну это тебя, ты в соревновании, это конкуренция, это дикая конкуренция, но в итоге для человека это плохо, то есть для его психики, для его, может быть, для результата в жизни хорошо, что это такая дает дополнительную мотивацию, но в принципе для внутреннего мира человека это не очень хорошо, поэтому в итоге он приводит к выводу к такому у нас, что так как мы сейчас увеличиваем радость, а не результативность, то для того, чтобы увеличивать радость, лучше перестать смотреть на окружающих, а сосредоточить свое внимание, значит, на на своем внутреннем мире, и для этого он говорит, сделайте а им ешь мишу ом шеяне дальше он задает нам вопрос, пронаблюдайте за собой, есть кто-то, с кем вы все время себя сравниваете, и если да, то что это вам делает, оно вам улучшает вашу жизнь, ухудшает вашу жизнь, улучшает вашу радость, усиливает вашу радость, уменьшает, но в принципе в конце он приводит к выводу такому, что все то время, когда мы занимаемся другими людьми, рассматриваем их, обсуждаем, сравниваем и так далее, оно все это время энергия, оно забирает, мы забираем у себя из своей жизни своей энергии, и каждый из нас устроен по-другому, и у каждого, у каждого есть разные свои вызовы личные, да, они никак не связаны с другими людьми, и каждый, кто себя сравнивает начинает с другими, значит, это его рушит, то есть в итоге он приводит к тому, то же самое, что позитивная психология говорит, что сравнивать себя с тем-то и с тем-то соревноваться, это путь к несчастью, да, поэтому ни с тем себя не сравниваем, кроме себя вчерашнего, то есть тот, кто хочет расти, очень ему несложно это сделать, для того, чтобы расти, нужно просто сравнивать, сколько ты сделал вчера, сколько ты сделал сегодня, И соревноваться, если хочется, то только с собой вчерашним. Хорошо, теперь шестой урок, мы продолжаем сегодня наш шестой урок, увеличиваем радость, переходим к другой книге, значит книга, которая называется «Улыбайтесь, улыбайтесь». Здесь нам американский раввин-психолог по имени Рава Врам Цви Шварц дает свои советы в своем ключе, в своем стиле, и сегодня он дает нам очень хороший совет, как увеличить свою радость и больше улыбаться. В общем-то, это книга о присоединении ко Всевышнему, и он дает короткий инструмент, и сегодня очень простой короткий инструмент. Он говорит, очень важно определиться, что ты хочешь. Как раз оно идет продолжение с тем, что мы изучили до этого. Если человек перестает себя сравнивать и загонять себя в недостаток, а наоборот начинает благодарить Всевышнего и благодарить, что ты мне дал то, что именно мне надо, мой удел. И в моем вот этом уделе, на деле, значит, я хочу, я тебе благодарен за все, но я хочу реализовать свой талант. То в этот момент, когда он отключается от окружающего мира и перестает тратить свою энергию, у него образовывается избыток позитивной энергии, которая проявит его личный талант и покажет ему тот путь, который действительно для него в данный момент его жизни важен и релевантен. И вот именно его, да, его сильные качества, его сильные стороны, его какое-то предназначение, то, что называется. И он говорит, очень важно определиться, чего мы хотим. Он говорит, вот если человек хочет стать мудрым, например, да, если мы хотим понять самих себя, свое настоящее я, свою душу, свой разум и свое тело, если мы хотим понять, как нам лучше прожить нашу жизнь, где найти счастье, полноценную жизнь, здоровье, значит, если мы хотим подключиться к источнику силы и энергии бесконечному и получить от Творца мироздание, который является источником всего, все, что нам так необходимо, так что, говорит, если вы это все хотите, ну, я думаю, любой нормальный человек это все хочет, он говорит, просто попросите, начните молиться, пожалуйста, Творец, одари нас мудростью, надо мудрость просить, чтобы не ошибиться, это то, что царь Соломон просил у Бога все дни жизни своей, что пустое лживо отдали от меня, то есть он просил у Бога мудрость, сейчас сегодня 8 число, 8 марта, 8 глава Мишлей, я, кстати, советую не переставать изучать притчи, каждый день изучать одну главу, как раз в нашем боте очень удобно это делать, и там 8 глава сегодня, есть 10 отрывок, который говорит такую вещь, говорится там такая вещь, кхумусар влекесов, возьмите моральную дисциплину, а не серебро, если будет выбор, вам будут предлагать, что ты выбираешь, качество моральной дисциплины, это умение управлять собой, или серебро, это деньги имеются в виду, выбирай моральную дисциплину, и если у вас будет выбор между хохма, дат, да, дат это познание как бы мира, и отборное золото, которое прям драгоценность, выбирайте познание мира, почему? Потому что человек, у которого есть моральная дисциплина, и он умеет познавать мир, умеет учиться, у него шансов прожить полноценную, счастливую жизнь намного больше, чем у человека пустого, глупого и не управляющего собой, которому дали, там, миллион долларов, он выиграл лотерею. Деньги он потеряет, счастливым он не будет, жизнь свою испортит. Человек, который умеет управлять собой, умеет быть счастливым, который понимает, как устроен мир, он в любой ситуации будет счастлив, в любой ситуации найдет, как обеспечить себя, свою семью. Поэтому царь Сламон однозначно сказал, что надо просить у Бога, что? Мудрость. Мудрость – это ключ ко всему, чем мы сейчас и занимаемся. Дальше, значит, если вы хотите сделать свою жизнь богаче, получать удовольствие, то тогда как это сделать? Нужно получать удовольствие от всего, что есть. От дома, работы, от близких, от питомцев, зверей, растений, от вещей, которые нам принадлежат. Все это часть нашей жизни. И надо радоваться тому, что нам приходится делать каждый день. Радоваться нашей работе, нашим обязанностям. И мы, конечно, хотели бы получать радость и удовольствие от самих себя, от своих мыслей, слов и поступков. Так он говорит, ну это же очень просто. Попросите у Бога в молитве. Творец, пожалуйста, сделай жизнь мою богаче. Богаче имеется в виду, не дай мне больше богат, кто богат, говорит нам Тора. Тот, кто рад своему делу. Тот, кто умеет радоваться тому, что у него есть, тот чувствует полноту жизни. Тот, кто не умеет радоваться тому, что у него есть, сколько бы у него ни было, ему всегда не хватает, он бедный. Поэтому радость и счастье, в Торе эти слова звучат одинаково. Ошер – богатство и ошер с алифом счастье. То есть звучит одинаково, пишется чуть по-другому. Но суть и богатство и счастье – это умение видеть полуполный стакан. Если ты видишь и рад тому, что у тебя есть, тогда ты богат и счастлив. Если тебе не хватает, то тогда ты беден и несчастен. И если дальше он говорит, мы все хотим стать сильными, мы все хотим стать смелыми, мы хотим научиться управлять собой, мы хотим поднять весь мир на новую ступень, туда, где царят мир, счастье и гармония. Попросите, пожалуйста, Творец, сделай нас сильнее. Все, на этом он останавливается. Я тут вспомнил Мишну в Перте, вот, четвертая глава, которая начинается с того, что спрашивает такой человек по имени Бензама, мудрец такой. Он спрашивает, что говорит он, кто хахам, кто мудрец? И отвечает, алумет Миколь Адам, тот, кто учится у каждого человека, как царь Давид говорил, Миколь Меламдай Искалти, от каждого, кто меня поучал, я умудрился, потому что твое божественное свидетельство говорило со мной. То есть, мудрец это тот, кто учится даже у каждого человека, даже у каждого, почему он учится, у него большое стремление. И он понимает, что божественная мудрость с ним говорит через любой канал связи. Как говорил царь Саламон, на всех своих путях познавай Бога, а он выпрямит твои дорожки. То есть, мудрый человек, да, хахам, тот, кто учится. Мидибор, второй он задает вопрос, кто богатырь, кто сильный? Вот то, что он в конце сказал, попросил Бога силу. Кто сильный, спрашивает Бензама? Он говорит, тот, кто сумел преодолеть свое животное начало, только он называется сильный. Как говорил царь Саламон, он ссылается на царя Саламона, то в эрахапаем Мидибор, лучше терпеливый, чем сильный. В эмушель берухо, тот, кто властвует над своим духом, милокет-ир, он сильнее того, кто захватывает город. То есть, самый сильный человек, это тот, кто умеет управлять собой, тот, кто умеет встать утром на зарядку вовремя, вовремя лечь спать, тот, кто умеет выполнить все свои запланированные упражнения, которые он сделал на день, тот, кто управляет собой, и тот, кто имеет терпение, тот, кто не бросает проекты, тот, кто умеет ежедневно, дисциплинированно заниматься одним процессом, который он себе запланировал, тот, естественно, и называется сильным. И он может добиться любой силы, выносливости, чего угодно, а не тот, кто взрывное там показывает фокусы. Третья спрашивает Бензума, третья вещь, кто богатый? Он говорит, кто богатый? То есть, он задает четыре там вопроса, дает четыре ответа, и это те четыре качества, которые нужно просить у Всевышнего. Но здесь он почему-то привел три качества. Последнее он не привел, хотя от последнего по современной позитивной психологии зависит больше всего счастья человека. Значит, Бензума говорит, первое, кто хахам, тот, кто учится, кто дебор, тот, кто властвует над собой, кто мудрец, тот, кто учится, кто богатырь, тот, кто властвует над собой. Третье, он спрашивает, кто богатый? Он говорит, богатый тот, кто радуется своему уделу, тот, кто умеет радоваться тому, что у него есть, он богатый. Как сказано, он говорит, как сказано, когда ты будешь кушать плоды своих рук, счастлив ты и хорошо тебе. Ашрех Абуламазе, счастлив ты в этом мире, и хорошо тебе в мире грядущем. То есть, он приводит отрывок, этот как раз отрывок из псалмов, по-моему, он приводит. Он говорит, что человек, который умеет радоваться своему уделу, он, то, что мы уже обсуждали, он и богатый, потому что у него нет недостатка. Богатый – это тот, у кого есть избыток. Тот, у кого есть недостаток, неважно, одному у него есть миллиард, а ему не хватает два. И он говорит, блин, я вообще просто нищенствую. У меня реально, мне два миллиарда, кто займет этот банк? Когда Трамп ходил по банкам, занимал деньги, а не мог отдать. Все. То есть, это не жизнь. Но человек, который ему не хватает, он бедный. И то же самое несчастный. Несчастный тот, кому не хватает, тот, кто не умеет видеть половину стакана. Те-те-те-те-те-те-те. Трамп, который раб Авраам Цви Шварц не указал. Но Бен Зомав, это великим мудрец был эпохи Мишны, две тысячи лет назад он жил, он спросил в четвертой главе Пертье, вот по учению отцов, он спрашивает, а кто Мехубад? Он говорит, а кто уважаемый? Кто уважаемый? Он говорит. То есть, человеку важно, чтобы его уважали. Человеку важно общение с людьми на уровне уважения. Я долго не понимал, что такое в Торе Кавод. Кавод – это почет. Оказывается, почет – это соединение, это как желтый с синим соединение, какой цвет получится? Зеленый. А если соединить страх и любовь, получается уважение, почет. То есть, бывает, что ты человека любишь, ну, ты, ну, там, друг какой-нибудь, но ты его не боишься, да? То ты его просто любишь, хихиха-ха, там, такое. Это не почет, это любовь. Бывает, что ты человека боишься, то есть, ты перед ним, прям, реально тебя трусит. Это не любовь, это страх. А когда у тебя есть любовь, то есть, ты его уважаешь, почитаешь, любишь, и ты при этом к нему относишься с… как надо к родителям относиться, почет, как Бог сказал на скрижалях, кабет – это виха веет и меха. Почитай папу и маму. Вот папу и маму нужно, с одной стороны, бояться, их нужно уважать, это папа и мама. С другой стороны, их надо любить. И вместе это, получается, почитать. Любовь, смешанная со страхом. Теперь он спрашивает, кто такой Мехубак? Кто человек, который может назваться уважаемым? И отвечает на этот вопрос он так. Уважаемый – это тот, кто михабет и табриет, тот, кто почитает, уважает создание людей. Как сказано, Бог сказал, что те, кто меня почитают, я тоже буду почитать. А те, которые меня ненавидят, будут уничтожены. То есть, то чувство, которое человек испытывает к другим людям и к миру, оно к нему возвращается бумерангом. Поэтому тот, кто хочет, чтобы его люди уважали, он должен уважать других людей, относиться к другим с уважением, так же, как хочет, чтобы относились к нему. Все, на этом мы сегодняшний урок заканчиваем. Очень мы сегодня хорошо поучились. Значит, мы поняли, что мешает нам быть радостными – сравнение. Поняли, что помогает нам быть радостными – это попросить у Всевышнего все, что нам нужно. А надо нам всего четыре вещи. Мудрость, мощность, сила, гура, то, что называется, богатство и счастье. И нужно нам что? Почет. Все. И все это можно получить. Мы сегодня даже узнали, как. Шаббат, шалом! Всем удачи и успехов! С Божьей помощью встречаемся в воскресенье. В воскресенье мы встречаемся с вами в 10, как обычно, с Божьей помощью. И в 11 есть отдельный урок для партнеров Вайкры и для спонсоров Вайкры. То есть, есть люди, которые являются партнерами нашими, спонсорами, те, кто помогают во всех проектах Вайкры, чтобы она развивалась. И, значит, для них есть отдельный урок с 11.00. Значит, мы изучаем книгу заповедей, сокращенно книга заповедей. Там 45 минут урок, можно задавать вопросы. Это только для спонсоров Вайкры и для партнеров Вайкры. Значит, а все остальные потом урок этот смогут посмотреть в записи. Мы сейчас открываем как раз онлайн-школу, в которой все наши уроки будут очень удобно расставлены. Мы добавляем к ним описания, тесты. Это как раз очень такая большая работа. Поэтому сразу все эти уроки для партнеров и спонсоров будут попадать в эту же онлайн-школу. Приложения у нас сейчас появляются. То есть, мы серьезно хотим, чтобы все люди в мире узнали, как быть мудрыми, как быть счастливыми, как быть богатыми, как служить Всевышнему и выполнить свое предназначение в этом мире, выйти на следующий духовный уровень и совершить третье рождение в вечную жизнь. Все. Всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. Спасибо вам за то, что вы приходите на уроки, за вашу помощь, поддержку. Всем огромное-огромное спасибо и до встречи в воскресенье. Счастливо.